наступил новый год с нового года обычно принято начинать какие-то новые идеи реализовывать новые планы и завершать то что уже наверно те проекты которые в каком-то смысле себя уже отжили и вот мы в рамках нашей редакции сделали совершенно решительный шаг к которому в общем готовились долго и может быть даже долго оттягивали мы перешли полностью в цифровой формат то есть в рамках нынешних глобальных тенденций к цифровизации мы решили отказаться от издания бумажной версии журнала авиатранспортное обозрение и целиком перешли в формат цифрового электронного издания это сайт ato.ru разумеется это повлекло ряд изменений и ряд так сказать нововведений но алексей довольно мягко как бы высказался насчет изменений дело в том что уход от бумажной версии журнала не означает что журнал будет просто в цифровом виде это означает то что вообще все что связано с деятельностью издательского дома и на самом деле других подразделения нашей группы на протяжении последних наверно там шести восьми месяцев энергично дискутировалась и нам предстоит всем вместе определить каким образом этот информационный или медиа сервис будет развиваться в дальнейшем не для кого не секрет что в настоящее время средства массовой информации в том классическом виде в котором мы их понимали последние 20-30 лет практически исчезают и на их место приходят другие средства массовой информации если буквально понимать эти слова то есть средства информирования большого количества людей средства информирования больших аудиторий и в этом контексте традиционные средства массовой информации конечно сегодня ни в коей мере не является лидерами лидерами являются социальные сети лидерами являются новые форматы передачи информации в первую очередь мессенджеры различных типов это откуда аудитория в том числе и профессиональная аудитория черпает информацию какую информацию что она дальше с ней делает это конечно вопрос на который представители сми в том числе и профессиональных сми по всему миру пытаются найти ответ пока никакого убедительного ответа честно говоря не просматривается это происходит все на фоне нарастающей тотальной корпоративной пропаганды который решает свои задачи используя самые современные каналы и мы знаем что корпоративная пропаганда обладает колоссальными ресурсами поэтому вопрос о так называемом независимым журнализме или независимых средствах массовой информации сегодня стоит крайне остро тоже сегодня на планете достаточно сложно найти средства массовой информации в том числе и профессиональные которые можно было бы назвать независимыми отсюда следует вопрос а что такое объективная информация где ее можно взять и вообще что это такое потому что для каждой корпорации объективность это совершенно совершенно собственная вещь да все рисуют свою собственную картину мира но и собственно получается то же самое но аналогично тому как вот как вы знаете нам социальной сети facebook постепенно для каждого но участника происходит некая концентрация такой своего образуется свой собственный пузырь или область где но я кому-то ставлю лайки мне кто-то ставит лайки и мы существуем в своем пространстве и те сообщения которые мне не нравятся они обычно у меня и не возникают то есть люди иначе возникают такие вот кластеру людей которые существуют там каждый в какой-то своей картина мира то есть мы считаем у нас одни ценности и мы так вот думаем есть Есть люди, у которых ценности диаметрально противоположные нашим, и они тоже существуют в каком-то толком собственном мире, и эти два мира не соприкасаются. Таким образом, в целом с информацией происходит такая кластеризация, с одной стороны. С другой стороны, если посмотреть чисто по самым простым примитивным образом, можно сказать, что бумажные издания в силу сложного технологического процесса изготовления проиграли в скорости, в себестоимости изготовления, подачи материала и так далее, потому что, в общем-то, это все труд, даже для относительно небольшого издания, как наше, труд 15 человек вообще так примерно задействован был, постоянный. Понятное дело, что себестоимость одного блогера, который вдобавок и без офиса может работать, она существенно ниже. С другой стороны, совершенно очевидно, тот способ подачи информации, который сейчас существует через блогеров, через социальные сети, через мессенджеры и так далее, он обладает рядом существенных изъянов и недочетов. То есть нельзя сказать, что это всем нравится. То есть, с одной стороны, они имеют большое количество читателей, но многим это не нравится. И вот тому же самому корпоративному сегменту тоже многое не нравится. И вот, видимо, не только для нас, но и для всех СМИ в целом, которые стараются работать все-таки в рамках такого профессионального подхода, необходимо найти способы, как соединить тот профессиональный подход, который у нас был раньше, с той новой системой быстрого и оперативного подачи материала, его фильтрации, которая востребована сейчас.